По Владикавказе продолжается суд над двумя сержантами, уроженцами Северной Осетии, которых обвиняют в избиении офицеров. На скамье подсудимых Зелима Албегов и Арсен Сланов. По версии следствия, в мае прошлого года в 4-м военном гарнизоне России в Цинвале военнослужащие применили грубую физическую силу в отношении двух офицеров, капитана Богдана Патыка и Антона Зайнудинова. Правозащитники же утверждают, что молодые люди подверглись агрессии со стороны офицеров и всего лишь дали отпор неправомерным действиям. Дело вызвало широкий общественный резонанс. К зданию суда начали приходить и люди, которые сталкивались с непониманием в военной системе. Например, родственники Аланса Гараева, который погиб в армии при странных обстоятельствах, тоже сегодня пришли к зданию суда. Никому дела нет. Убивают, как хотят, издеваются, как хотят. У нас покупается. Деньги у нас все решают. Вот уже третий месяц дело не заканчивается. Родственники адвокаты подсудимых считают, что суд предвзят. На вчерашнем заседании судья решил, что рассмотрение дела не может больше предаваться огласке. По его решению судебный процесс закрыли для общественности. В третий месяц я сюда хожу и вижу, что судилище устроили над пацанами и все. Больше я это никак не могу назвать. Где у меня в машине лежит постановление прокуратуры, вынесенное в марте месяце, о невозможности это дело представлять в суде за нехваткой доказательств. И через месяц буквально тот же самый прокурор не исправили следователь ошибки и приносит это дело же обратно в суд. Что можно об этом говорить? Молодежь наша в будущем может очень сильно пострадать от этой системы. Очень сильно. Сегодня мой сын страдает. До этого другие ребята пострадали. Завтра третий. Я никого ни к чему не призываю. Я призываю наши власти навести хотя бы в этом какой-то порядок. Спасибо.